И доброе утро, дорогие радиослушатели, присоединившиеся вот только что буквально зрители канала Саха-24. С вами Дмитрий Аргунов в рубрике «Да как можно назвать Якутс сегодня, если речь пойдет о северах?». Но Якутска это будет касаться, поскольку Якутск – это основной рынок сбыта той продукции, которая производится на северах. Таким нелегким трудом жителей, чья задача функционирования всей нашей системы, всей страны, государственности, она огромная. Они просто не дают превратиться в белое безмолвие по Джеку Лондону, тому гигантскому огромному пространству, которое таится на северах. И люди сегодня сидят, которые… Ну, Константин Николаевич и я представлять особо смысла нет. Человек, который 10 лет проработал руководителем булунского улуса, человек, который 25 лет отдал горному делу, имеет огромный опыт работы на северах. Им и его молодые коллеги. Человек, который опровергает, скажем так, то, что чиновник ничего не умеет и так далее. Человек, который поставил на ноги крупнейшее хозяйство, аллюринское хозяйство, до этого он был чиновником и теперь два года руководит этим самым аллюринским хозяйством. И тоже представитель… Ну, я не скажу, что чиновничество, руководящего звена, замглавы майорского наслега Буйского улуса, который до этого тоже работал на руководящих должностях в администрации улуса. Человек, который непосредственно… Люди все, которые непосредственно сталкиваются с проблемами обеспечения северах. И вначале, я вот боюсь просто опоздать в конце, да, я хочу выполнить нашу замечательную функцию. Вот такая вот функция – это раздача купонов на мероприятие наше 1 апреля «Весна» на НВК. Дорогие друзья, получите информационные листки. И я очень персонально даю вот эти вот браслеты «Счастье», которые уже полным ходом раздаются, которые по номерам этих браслетов «Счастье» будут разыграны замечательные призы. Константин Николаевич, держите. Спасибо. Аяло Иванович, 51 номер и Иван Иванович, 52 номер. Пока не прицепляйте на руку, 1 числа обязательно условия получения призов, наших замечательных числей, которых и там с Рудома, Бани и так далее, представляете, да, Карабин может руководство Тоймада, Аграрстан выставит, да, и другие компании. Призы замечательные, на самом деле мероприятие тоже замечательное. Семи утра до восьми вечера будет идти наше весеннее мероприятие. И возвращаемся к нашим, скажем так, ну, не сказать баранам, если даже баранам, то к горным, да. Люди, которых я в качестве анонса выложил уже фотографии замороженной рыбы на нашем крестьянском рынке, говорят, что Аргунов не знает цены на подлётку и так далее. Уверяю вас, как журналист, я отлично знаю. Но вот это вот расхождение 60 рублей и 900 рублей за килограмм, да, которое существует для летних, вообще, откуда берётся вот это вот 60 рублей и 900 рублей? Давайте вот немножко по ценам на рыбу, поскольку это вкусно. На балконах, наверное, очень много рыбы портится сейчас. Ну, я так думаю, что тут разница в том, что... А дите наушники, вдруг поступят, да, эти звонки. Разница откуда берётся? Ну, скорее всего, это летняя распределяция и подлёдная рыба. Подлёдная, перед Новым годом, конечно, рыба, она дорого стоит. И затрат на него ещё больше. И летняя рыба, вот, от качества хранения зависит тоже. Бывает и по 250 на местах продают рублей. Это где свежемороженая рыба, ну, то есть сразу замораживают в рефрижераторах и так далее. А есть, которые вот в ледниках замораживают. Ну, там температура хранения иногда расхождения может быть, поэтому и качество рыбы тоже может быть хуже, чем сразу замороженная рыба. Ну, а для эмоциональности будем оперировать вот такими цифрами. За летнюю 60 рублей и конечная цифра, которая от тех, так называемых, перекупщиков, посредников исходит до 900 доходит, до 1000 доходит, да, в Москвах там и так далее. И, следовательно, в принципе, тогда жители Северов, которые занимаются традиционными промыслами, таким как рыболовство и так далее, они все потенциальные медионеры, да? Потенциально. Нельзя так говорить. Не, ну, если бы существовали нормальные условия, если бы они имели возможность круглогодично сбывать свои продукции, они жили бы вполне достойно, вполне нормально. Да, если гарантированно избыт, гарантированно транспортировка была бы, если бы вот рыбное хозяйство, если бы руководитель рыбного хозяйства, да, если бы этот рыбак знал, что он куда продает вот эту рыбу, да, вот в завтрашнем дне, вот сегодня я сдам тому-то, вот получи столько-то денег, конечно, вот тогда было бы нормально, да, вот. Ну, то есть какие-то фьючерсы, да, работная плата, свои, как бы, затраты бы он погашал бы и так далее. А сейчас, как бы, то, что вот есть такая вот, как рыночная цена, да, нефиксированная, которая регулирует рынок. Захотел вот человек, вот, например, затраты вот 250-300 рублей наша рыба, например, да, вот, летняя и зимняя подленная рыба, да, вот, а вот от, можно сказать, вот до порта, да, вот, например, или же ведь транспортировка до города Якутска. А от Якутска до рынка, например, уже 700-900 рублей. Вот тут уже, как бы, разница тоже есть, которая диктует рынок. Ладно, хорошо, все мы рыбы, да, рыбы, но это одна из, скажем так, это одно из ключевых направлений деятельности вот жителей тех улусов, той группы улусов, которые мы называем арктическими, да, но есть еще оборотная сторона. Там же не найдешь гвоздя. Нет, это по обеспечению товарами, ну, социально значимых продуктов питания у нас по республике занимается Якутоптор, да, например. Например, точно не занимается завозом социально значимых продуктов питания, но по субсидированным ценам, да, региональная комиссия, по ценам, утверждают цены, вот, на 12 социально значимых продуктов питания. И они, согласно распоряжению правительственной республики, они должны довести до конечного пункта. Но сейчас показывает, что в основном они довозят, Якутоптор я имею в виду, да, они довозят только до районных центров, да, и потом начинается, как бы, развоз по удаленным наслягам. Ну, здесь, если, ну, со стороны правительства, конечно, нигде, ни в каких других регионах такое не наблюдается, поскольку я знаю, да. И они, то, что вот, если перевозки, они субсидируются, они обратной загрузкой должны взять, ну, сельхозпродукции. Там рыба, мясо, да, и если другие... Пустые люди, адамуратные. Вот, поэтому нужна логистика. Логистика, которая, вот, раньше, например, у нас была система Холбас. Во время работы Холбаса, да, вот, сейчас в рыночное время как-то их вообще не видно, такой системы. И поэтому, вот, столько лет я проработал, тоже, вот, несколько раз письма обращался, и правительство обращался в руководство Якутопторга, чтобы они открывали свои, как бы, магазины Якутоптор, да, вот. Ну, это уже сейчас осталось, ну, бытию, скажем так, да. Ну, даже предлагали главы Нослегов помещений, даже на себя брали, как бы, за оплату коммунальной услуги, за электроэнергию, но руководство Якутоптора, оно на встречу нам не пошло. И на сегодняшний день, вот, система завоза, она, вот эта система, она не работает. И бюджетные средства, которые выделяются республикой, да, они максимально не используются. Ну, справедливости ради, есть же еще другие, скажем так, поставщики, и те, которые берут на себя функции обратного вывоза, да, сельхозпродукций, которые поставляются теми жителями северных улусов. Это и... Туймана Горстав есть у нас, он, ну, Туймана Горстав, он, как бы, в рамках зажатый, да, ну, я так, я думаю, сам, да, потому что она имеет два репережатого флота, Макдебурь и Манщиков, они летний период только завозят. А зимний период, например, если бы, ну, я поскольку знаю, что Туймана Горстав предприятие немаленькое, да, и имеется, у них имеется и автотранспортное средство, да, если бы мы объединили бы вот два, скажем, ну, для нас они монстры, да, я убегу в Туймане Горстав и Макдебурье монограсснает и единый холдинг как бы сделать, да. Ну, она бы тогда расширили бы, например, их, ну, тогда, возможно, вот эта система бы заработала. раньше и расширить ассортимент социально значимых продуктов питания. У нас 12 социально значимых продуктов питания. И на слегах, удалённые на слегах, вроде бы простой вопрос, гвоздь. Люди же строятся всё равно. Купить где-нибудь эти, ну, скажем... Хост товара. Да, хост товара. Возможности нет. А предприниматели, которые у нас во всех на слегах имеются, они нас спасают, но он же не может, например, везти топоры, лопаты. Лучше ему продукты привозят, сколько он может, финансово позволяет. А остальное уже люди сами уходят из положения. Вот это, тогда, если бы мы объединили в один единый холдинг, тогда вопрос бы решался бы. Ещё же существует комитет Арктики, который, по идее, тоже те же функции. То есть, есть у нас как бы несколько направлений по работе определённой территориальной группы. Но, Константин Николаевич, вот, по вашему Аксакальскому взгляду, не получается ли тут эффекта лебедя, рака и щуки, который, один туда летит полный, а обратно летит пустой, да, скажем так. А один флот имеет, но он вынужден только до крупных, скажем, до тех населённых пунктов, где позволяет судоходство только добираться, да, и летний только период. И третье, вроде бы, там, горючие смазочные материалы там обеспечивают, и так далее, и так далее. Но, опять же, по своим правилам. Если бы правила игры у всех были бы одни. Единые, да. Да. Тарифы были бы одни. Вот, именно. Тогда мы же всё время говорим, что мы должны улучшить условия проживания в Арктике, в Северах, да, вот. И почему-то те мероприятия, которые правительствам республики и Лондарханам поручения даются, да, они полностью, да, они не выполняются. Но, если они выполняются, где-то на 50%. Вот, получается так, что это, мы бюджетные средства как бы оптимально не используем. Ну, мы продолжим вот этот очень-очень непростой разговор о том, как живут Севера, вот, нынешние условия, сразу после рекламной паузы. После рекламы мы вернёмся к теме Северов и к нашим гостям. Константин Шахурдин, Ялтимофеев и Иван Атласов. И мы продолжаем наш разговор о том, о том, как налажено житьё, бытиё на Северах с участием руководителей и бывших, и нынешних населённых пунктов. Давайте мы будем говорить не только об оленеводстве, да, в свете того, что проходит Всероссийский съезд соленеводов, но и о тех, той группе населения, которая занимается и традиционными промыслами, да и бюджетниках тоже, да. Ведь не секрет, что вообще как бы уровень жизни, качество жизни на Северах, он предполагал быть лучше. И не секрет, что оптимизация вот этих, скажем так, финансовых потоков, которые идут вроде бы на снабжение. Мы не говорим же, что не тратят на Северах, там миллиарды идут, миллиарды. Если в населённом пункте работает там котельная, котельная должна обеспечиваться, согласна? Если там идёт, живёт население, должны завозиться продукты, товары первой необходимости, а финансирование идёт. Другой вопрос, как используются вот эти финансы, да? Почему нет логики? Логики нет. Вот этот вопрос, да, я и период подготовки задавал, и сейчас продолжу. задавать своим собеседникам. Это и Константин Шахурдин, Аял Тимофеев и Иван Качкин. И давайте мы ещё ремарочка. Не секрет, что этот вопрос поднимался, ещё раз говорю, во время рабочей поездки тогда премьера правительства республики Галины Данчиковой по северной группе Улусов, да? Ну, хотелось бы добавить то, что если сейчас объединить вот те усилия, да, Дмитрий Росеев, о которых вы сейчас говорите, те финансовые средства, которые выделяются правительством, без, скажем, дополнительного финансирования, если мы его будем логично использовать, ну, не логично, а оптимально использовать выделяемые финансовые средства, можно было бы тогда уже говорить, что мы заботимся о наших людях на Арктике и севере, да, должны организовать встречную торговлю, как ну, система холмуса, когда раньше в советское время работала, тогда все можно было купить, начиная со стула, телевизора и все прочее, да, вот, а сейчас такого нету, каждый как может привозит и того прочее, но хотелось бы, чтобы эта система заработала и конкретно тогда будет помощь каждому жителю, не отдельной группе, да, скажем так, а каждому жителю Арктистка и северных районов. Тут мои собеседники в социальных сетях уже обвиняют в том, что, вернее, не обвиняют, говорят, что не будь посредников, которые, ну, прежде всего, свой коммерческий интерес блютут, не секрет, да, не было бы вообще представлена продукция, скажем так, северной группы улусов. Ну, это и рыба, и мясо, и дикоросы, что немаловажно, кстати, да, вот, сдают же на ФПК Якутии, получают отличного качества, скажем так, продукты. Так вот, организация вот этих, вот вы говорите в системах област и так далее, а вот организация, ну, не копируя, скажем, советскую систему, заготовительных баз, это же позволило бы напрямую работать, да, населению, работать, и организовало бы, что немаловажно, не сезонно, когда корабль приплывет, да, круглогодично, сдачу, скажем так, своей продукции. Еще раз, они круглогодично видели бы деньги, а не так, что когда приплывет, или когда зимний станет. У нас, так же, например, рыбы сдали и через полгода, бывало, даже годами сдали свои деньги, но надо же кормить детей, семью кормить надо, на 1 сентября надо ребят одеть, форму купить школьную. Вроде-ка, так простые такие вопросы, да, но застревают в этом системе. Система у нас, она сейчас недоработанная, поэтому вот эту систему надо менять. Пока мы не поменяем эту систему, у нас те средства, выделяемые правительством республики, да, они будут уходить, как бы, будут обогащаться, ну, как бы, скажем, отдельные люди. Константин Николаевич, просто для реестрации вопрос, насколько удаленный, самый отдаленный наслед, вот, Булунского, да, от Тикси? У меня два таких отдаленных участка, это намы, Барагонский наслед, да, и таймалыр, таймалырского наследа. Километрах это сколько? Это, так, 470, да, 470, таймалыр, 420, намы. Ну, в среднем, это нормальная, скажем так, цифра для, вот этих, огромный простой. Учитывая транспортную схему, да, вот, до намы, например, отсутствуют, так, дороги, зимний, то же самое, да, вот, водный транспорт, по реке Малой, на котором стоит нама, там не ходит, поэтому вынужденно, я уже ряд лет ставил, чтобы зимний, зимний, снайпы, хоровласка на снега, сделали до нама, да, но она еще до конца не доведенная, до таймалыра, летний период, ну, привозят у нас таймалыр, через море проход, и по реке Оленек привозят топливо, а почему нельзя было бы то таймалыра, вода-то есть, да, пожалуйста, можно заводить. Еще раз вопрос у логики, я не понял, у нас телефонный звонок, да, товарищи режиссеры, телефонный звонок у нас в студии, да, телефонный звонок, давайте послушаем нашего радиослушателя, говорите. Алло, здравствуйте. Да, 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 говорите. Да, это Куримов, писатель, звонил, просто, это, подавляйся, очень общая. Я опоздал, не ходил, открытый, и как настолько. Шадрин, я говорю, давай вместе меня. То есть, эту проблему надо поднять на уровне организации, объединения нации. Да. Арктика и Антарскида. Тихо. Что-то там падает. поддаст и флора, и фауна. Вот именно. Об этом, говорит, какие-то маленькие разговоры. Ну, тем не менее, товарищ Курилов, согласитесь, что от этих маленьких разговоров никуда не уйти, пока дети растут, пока, вот как Константин Николаевич не говорит, первое сентября наступает каждый год и так далее. То есть, снабжение вот этих жителей, конечно же, наряду с тем, что сохранение уникальной природы Арктики, да, говорить нужно. Люди должны выживать. Еще раз говорю, белое безмолвие, наши северные улусы не должны превратиться. И еще раз вернемся вот по заготовительным пунктам. А как практикующие, скажем так, вот чиновники, руководители, да, вот вы как видите оптимальную схему их организации? Например, в этом году у нас Тоймада Гроснаб в связи вот с случаем заводит обыски улусы 50 тонн цена. И вот на обратном пути именно с майорского наследия они где-то 5 тонн 300 килограмм получается чубак с населения в этом году приняли. И вот сразу мы начали вот сначала заключить договор с Павлом Петровичем Чериковым с Тоймадом Гросновым и вот сразу население отдача пошла. До этого у нас как бы население чубак то есть новые они не рыбачат именно они они могут вот порыбачить но именно где реализация идет они реализация не идет вот мы сразу население сказали что у нас есть планки это 5 тонн и сразу население сразу начало рыбачить и уже вот почти 50% населения какая-то уже есть доход доходность и заинтересован и самое главное вот если было бы например с Тоймадом Гросновым каждый год такая заключенная договор мы сразу если бы финансовые средства они нам бы сразу перечислили и вот мы сразу начали вот уже принимать население свежей рыбы в защиту не в защиту действует Тоймадо Гросновым я скажу что все-таки как любой хозяйствующий субъект у него есть и свои финансовые какие-то деятельности по закупке и так далее какие-то средства заложенные и так далее так что в роли социально значимой организации Тоймадо Агроснаб выступать попросту не может если конечно не будет каких-то директив и так далее но тем не менее учитывать свои деятельности Тоймадо Агроснабо вот эти мнения обязательно стоит Айя Иванович вам как видится вот еще раз говорю организация круглогодичного сбыта продукции по состоянию вот даже прямо давайте взглянем в лицо правде в глаза вот по состоянию на сегодняшний день у нас маркет у которого открылось и у нас только зимником продукты доставляют с ГСМ и так далее и так далее да у нас по НВК по телевизору наверное видели что какая сложная ситуация у нас была да и по природно-климатическим условиям и так далее ну каждый год так если честно и тут надо конечно тут обратить внимание чтобы у нас был гарантированный завоз продуктов и гарантирован вот закуп и так далее было бы у нас продукции есть нельзя говорить мясо мы можем производством заняться рыба пушное и так далее и так далее продукции у нас есть но как бы реализовать это очень как бы у нас сложно идет и гарантированно сбыта нет если вот человек хоть охотник хоть рыболов хоть оленевод знал чтобы он куда постоянно на сегодняшний день гарантированно продаст вот эту продукцию да вот и гарантированный сбыт был бы тогда бы у него вот эта реализация но тут несколькие эффектов да вот чтобы продавать продукцию у нас хранение нужно да на местах инфраструктуры да инфраструктуры ну ледники надо построить рефрижераторные сделать и вот как бы сразу 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 взять и вот так махом организовать это очень сложно будет вот сейчас у меня например один месяц остался чтобы ГСМ да вот в апреле дорога закроется да вот где-то начать ну хорошо спасибо что мы обязательно продолжим вот эту тему чтобы жизнь людей в той группе улусов которую вы представляете она попросту улучшилась чтобы они круглогодично могли сдавать свои продукции чтобы имели деньги чтобы могли растить своих детей спасибо увидимся еще до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...